Партнер выпуска новостей. Торговый дом. Планета безопасности. Приморья узнала о предложениях справедливой России одним из первых. Еще одна поправка от справедливой России касается обязательно индексации пенсий и социальных выплат. Хотя сегодня перерасчет и предусмотрен, однако характер он носит не ежегодный, а регулярный. Мы предлагаем внести конкретику. То есть мы предлагаем в Конституции внести пункт о том, что и пенсия, и социальные выплаты должны регулярно, но ежегодно увеличиваться. Потому что что такое регулярно? Раз в пять лет это регулярно? Да, регулярно. И раз в десять лет это тоже регулярно. Мы настаиваем на том и требуем, чтобы был внесен пункт о том, что повышение социальных выплат и пенсии раз в год. И причем крайне важно, процент повышения должен соответствовать проценту инфляции. Также в число поправок от партии вошли приравнивания минимального размера оплаты труда к уровню прожиточного минимума. Запрет государственным служащим, занимающим высокие посты, иметь двойное гражданство и многое другое. Корректировка Конституции вызвала большой общественный резонанс. Активность разной степени полезности проявили множество партий, объединений, общественных организаций по всей стране. По словам руководителя Приморского отделения, поправки справедливой России – это то, что действительно нужно людям. Добавим, прием поправок заканчивается 2 марта, а 10 числа Госдума планирует рассмотреть законопроект во втором чтении. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев, Новости на Восьмом. Семь человек с лайнера «Даймонд Принцесс», которые находятся в порту Японии на карантине из-за коронавируса, прибыли в Приморье. Их отправили в инфекционную больницу и взяли необходимые анализы. Сейчас за российскими туристами наблюдают медики. Состояние у всех удовлетворительное, температура в норме. В стационаре люди будут находиться 14 дней. Роспотребнадзор отмечает, что всего с начала года специалисты обследовали 75 человек. Ни в одном случае инфекция не подтвердилась. Напомню, граждане России, которые решили покинуть Китай из-за коронавируса, могут воспользоваться пунктом пропуска в Приморье. Так, эвакуация пройдет через пункт пограничный 28 февраля. Опытный дайвер из Владивостока Александр Че пропал в районе острова Бали в Индонезии, сообщает РИА Новости. По словам президента Федерации подводного спорта Приморья Дмитрия Анашкина, это произошло во время подводной охоты. На лодке с местным жителем они вышли на опасный мыс, где есть коварные нисходящие течения. Александр подстрелил большого тунца, после чего нырнул второй раз и больше не вернулся. Веревка, которая связывала гарпун, порвалась или была перерезана. Лодочник не мог отыскать дайвера и обратился в полицию. Пока поиски результатов не принесли. Отмечается, что представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке также подключилось к ситуации. Сразу несколько автомобилей ушли под лед в Приморье. Так, очередная попытка выезда на тонкую поверхность не увенчалась успехом в районе Чайки. Toyota Caldino левым бортом практически полностью ушла в воду. Инциденты случились и в Шкотовском районе, а также в бухте Труда на Русском острове. При этом в крае из-за плюсовых температур началась активная таянь льда. Синоптики предупреждают, выезд автомобилей на лед категорически запрещен. Рыбакам рекомендуют быть очень осторожными. На выходных произошел частичный взлом припаяного льда в Амурском заливе. Большую часть взломала в Уссурисском. При этом дневные температуры воздуха уже достигают положительных значений. В Приморье на праздниках поймали более 130 водителей, которые сели нетрезвыми за руль. По данным региональной госавтоинспекции, с 22 по 24 февраля в Крэй было зарегистрировано 5 ДТП. Пострадавших и погибших нет. Причинен только материальный ущерб. Снижение показателей аварийности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило более 60%, сообщила пресс-служба ОМВД России по Приморскому краю. К административной ответственности привлекли 78 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения, и 53 автомобилиста, которые отказались от прохождения медосвидетельствования. Больше всего нарушений выявили 22 февраля. Напомню, за повторное управление машиной в пьяном виде грозит уголовная ответственность, а также штраф до 300 тысяч рублей. Еще 15 адресов включили в списки ремонта дорог и тротуаров во Владивостоке. Сейчас перед масштабной стройкой продолжается поиск подрядчиков и аукционы. Уже выбраны специалисты, которые займутся ремонтом по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Помимо этого, ужесточили требования к подрядчикам. Теперь устанавливаются сроки для каждого вида работ. В случае срыва исполнители ждут расторжения контрактов, штрафы и другие меры. Ремонт основных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров в этом году проведут более чем по 60 адресам. Ранее аукционы были размещены на ремонт по 18 адресам. Теперь в списки включили проезд по Красного знамени 25А, от проспекта Красного знамени до дома номер 1 по проспекту Остряково, проезды по Верхнепортовой, Московской, в районе улицы Башидзе и по ряду других адресов. Провести ремонт подрядчики должны будут до конца августа. Молодежь Владивостока получит премии за вклад в развитие города. В администрации Краевого центра начался прием документов от соискателей премии и знака «Молодежный вектор». Награда присуждается за значительный вклад в развитие молодежной политики. Поучаствовать могут активисты в возрасте от 14 до 30 лет. Ежегодно присуждается 25 знаков и также денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей. Для участия необходимо предоставить ходатайство с указанием заслуг, достижений и успехов кандидата. Документы принимают до 1 апреля в Управлении по делам молодежи. Вручение состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне этого года. Прием заявок стартовал и на участие в муниципальном этапе конкурса «Семья года». Активным парам Владивостока предлагают рассказать о себе, своих победах и достижениях. Финалисты будут представлять дальневосточную столицу на краевом и всероссийском этапах. Конкурс состоит из четырех номинаций. О себе могут рассказать многодетные молодые семьи, которые воспитывают одного и более детей. Золотая семья для тех, кто прожил в браке не менее 50 лет. В еще одной номинации «Семья-хранитель традиций» могут поучаствовать пары, которые бережно хранят историю своего рода и чтят традиции. Заявки на участие принимают до 16 марта. В канун 9 мая улицы Приморской столицы украсят праздничные билборды. Рекламные конструкции со словами поздравлений в честь праздника появятся во всех районах. Планируется задействовать около 150 поверхностей. Это будут не только крупноформатные конструкции, но и малые, расположенные на остановках и опорах освещения. Праздничная информация появится и на уличных видеоинформаторах. Будет подготовлена адресная программа. Часть работы платит администрация Владивостока, часть рекламные агентства разместят за свой счет. Ожидается, что первые баннеры, посвященные 75-летию Победы, можно будет увидеть уже в апреле. А на этой неделе Владивосток вместе со всей страной провожает зиму. Народными гуляниями и традиционными русскими забавами в воскресенье 1 марта на Центральной площади отпразднуют Масленицу. Мероприятие стартует в полдень. Все желающие смогут посоревноваться в перетягивании каната, беге в мешках и битве подушками. Примут участие в командной эстафете, метании блинов со сковородок и конкурсе песен о Масленице. В 13 часов пройдет концерт. Будут организованы тематические фотозоны, работать аниматоры и полевая кухня с кашей, чаем и блинами. Смелые и отважные смогут забраться на масленичный столб за подарками. Самая зрелищная часть праздника – сожжение чучела Масленицы – начнется в 15.50. Кроме того, в этот день на Центральной площади будет работать праздничная ярмарка. Партнер выпуска новостей – Торговый дом Планета Безопасности. Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? Планета Безопасности ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова